МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Василий Александрович, мы с вами сегодня будем говорить больше по теме газоперерабатывающего завода, но и тех изменений, которые настигнут на русской области в ближайшее время. В этом году уже начнется его строительство, а с чего оно будет начинаться, и когда планируется его закончить? Действительно, в этом году начинается строительная часть одного из трех компонентов проекта «Сила Сибири». Напомню, что проект состоит из трех частей основных. Первая часть – это непосредственно газопровод. Здесь непосредственно работы начнутся в 2016 году. При этом проектирование начато уже в 2014, и весь 2015 год будет посвящен проектированию. Второй комплекс – это газоперерабатывающий завод в Саводинском районе. «Газпромпереработка» будет строить этот завод начиная с марта месяца текущего года, и параллельно проектировать то, что это комплекс, который будет шестью очередями выводиться, вплоть до 2023 года, до 2024 года включительно. И, наконец, третий комплекс – это газохимический завод, который будет строить Сибур. Реализация этого проекта насчет чуть позже, с 2021 года. На совещании, которое прошло не так давно в правительстве, обсуждали вопросы привлечения к строительству местных предприятий. И когда строился космодром, этот вопрос очень волновал, и сейчас это особенно волнует. Вот уже ясно, кто из местных примет участие в этой большой стройке? На сегодняшний день пока не ясно, в связи с тем, что до сих пор неопределен генеральный подрядчик. Он будет определен в течение ближайшего полугодия, я думаю, даже в конце первого квартала. И после этого мы сможем уже тогда предметно с непосредственным подрядчиком работать на тему привлечения наших субподрядных организаций. Дополнительно скажу, что мы заключили соглашение с каждым из трех предприятий, которые будут реализовать этот проект. Это «Газпромтрансгаз», который будет строить непосредственно газопровод. «Газпромпереработка», который будет строить газопроводочный завод «Эссибур» с газохимией. С каждым из этих предприятий заключено соглашение, которое включает в себя меры по налоговой отдаче, по максимальному привлечению и задействованию потенциала наших амурских предприятий, по задействованию потенциала наших образовательных учреждений, естественно, трудовых ресурсов Амурской области на строительство и на последующую эксплуатацию этого объекта. Дополнительно мы неоднократно уже презентовали в рамках экспо-форума, в том числе Амурского, промышленный потенциал. Информация у наших партнеров из «Газпрома» о том, что из себя представляют наши предприятия, какую продукцию они могут производить и по каким ценам у них имеется. Кроме того, мы на стадии проектирования сегодня работаем с «Газпромом» в контексте включения в проектные решения той номенклатуры, которую могут выпускать наши предприятия, для того чтобы они более активно и более полноценно участвовали в реализации этого проекта. Василий Александрович, важный вопрос, который вы уже только что по штрихпунктирам коснулись. Многие местные предприятия работают на таких больших стройках, получая работу из вторых, а то и третьих рук. Я сейчас говорю как раз о субподрядчиках, субсубподрядчиков. Этот объект, как вы уже сказали, тоже понятно будет возводиться, видимо, по этой схеме. Нам не всегда обывателям понятно, почему именно такая система. Очень хороший вопрос. Действительно, мы при реализации крупного проекта «Космодрома» столкнулись с такой проблемой. Здесь ситуация, мы очень рассчитываем, кардинально будет изменена. В первую очередь, потому что, когда мы с вами говорим о реализации «Космодрома», то там генеральным заказчиком является «Спедстрой России». Это организация, которая находится в структуре Министерства обороны. Она очень зарегулирована, эта организация. Многие затраты идут вообще под грифом «секретно» и так далее. В данном случае по «Газпрому» четко понятен заказчик, четко понятен подрядчик. В ближайшее время он будет там всего-то выбор из двух организаций. Как только появятся подрядные организации, генеральный подрядчик, мы будем с ней более активно сотрудничать в части конкретных предприятий, конкретных объемов заказа. Ну и, наконец, этот проект, скажем так, он менее зарегулирован с точки зрения государства, он меньше зарегулирован с точки зрения законодательных процедур размещения торгов. То есть, фактически, подрядчик будет, конечно, отталкиваться от качества и от цены предлагаемой продукции. На совещании говорили об определении статуса данного инвестиционного проекта. Вот в качестве вариантов рассматривается территория, опережающая социально-экономическое развитие, особая экономическая зона, региональный инвестпроект или моногород. А для меня, например, не совсем понятно. А в чем разница? Разница существенная достаточно. На сегодняшний день я могу сказать, что принято решение о том, что газоперерабатывающие газохимические комплексы будут объединяться под эгидой территории опережающего развития. Это 473-й федеральный закон. Он был принят 29 декабря только 2014 года. Мы рассчитываем, что к концу 2015 года мы завершим формирование этой территории опережающего развития. Три основных компонента по данному направлению. Первое – это налоговые льготы и преференции. Второе – это возможно создание режима свободной таможенной зоны. Наконец, третье – это возможность привлечения за счет федеральной целевой программы развития Дальнего Востока и Байкальского региона субсидий на строительство инфраструктуры непосредственно под эту площадку. То, что касается моногорода. Вы упомянули моногород. Действительно, в последней редакции 473-го федерального закона предусматривается на Дальнем Востоке создание территории опережающего развития на базе моногородов. В данном случае это город свободный. И у нас еще один моногород, на который мы обращаем пристальное внимание – это Райчехинск, где тоже будет создаваться впоследствии территория опережающего развития. Поэтому, если разделить ваш вопрос, то у нас будет создаваться в свободном городе, в свободном ТОР, как моногород. А в Свободенском районе будет создаваться ТОР под конкретные два газовых проекта. Это газопереработка и газохимия. Еще один немаловажный вопрос. В условиях тотальной экономии, с которой правительство Амурской области уже давно столкнулось, большую роль играет налоги, налоговые поступления. Вот скажите, когда, в принципе, этот проект, ожидается поступление от него налогов? Потому что ранее говорилось о том, что налоги уже на стадии строительства будут поступать. Абсолютно. Абсолютно правы. На стадии строительства мы рассчитываем получать до 2 миллиардов рублей в год. И первые налоговые поступления начнутся с этого, с 2015 года. Скажу, что по газопереработке мы рассчитываем, что к июлю месяцу на стройке будет работать порядка тысячи человек. Поэтому последний визит, который был две недели назад от руководства «Газпрома», был именно посвящен конкретным вопросам, где будут эти люди размещены. Вопросам проектирования городка на базе северного военного городка в городе Свободном. Задействование амурского образовательного потенциала, в том числе амурский колледж, который в городе Свободном находится. АМГУ осмотрели, так сказать, на практику. Приехали люди практически потрогать руками то, с чем им придется работать на ближайшую перспективу. Все амурчане ждут, когда же начнется газификация, собственно, Амурской области. Когда газ поставят в наши дома в надежде на то, что энергетические тарифы снизятся. А раз уж нам ГЭС не дали такую возможность, то, может, ГЭС подарит в надежде на то, что будет дешевле. Когда это произойдет? С ГЭС начать? Ну, нет. Если можно, вот конкретно про ГЭС. Значит, про газ. Мы с вами понимаем, что раньше, чем газ пойдет по контракту, а по контракту в Китае он пойдет в 2019 году, естественно, раньше о газификации области речи не может быть в принципе, потому что и газа, собственно говоря, нет. На сегодняшний день у нас есть утвержденная 2008 годом генеральная схема газификации Амурской области. Это схема устаревшая в связи с тем, что она предусматривала переход газа через реку Зея на левобережье. Как следствие, вся левая сторона, все левобережье должно было быть газифицировано. С учетом того, что изменена трассировка и труба сейчас остается на правом берегу Зея и пойдет через Шиманов свободный и благовещен в Китай, соответственно, в первую очередь будут газифицироваться вот эти территории и населенные пункты, которые непосредственно в трассировке, собственно, этой трубы. Естественно, что требуется изменение генерального плана газификации и у нас по плану мы должны эту работу произвести в течение первого полугодия 2015 года и согласовать ее с Газпромом. Что касается вообще этого всего комплекса, насколько это повлияет на экономику области, если можно вкратце, понимая, что это обширный вопрос? Это повлияет принципиально. Дело в том, что только на этапе строительства до 7 тысяч рабочих мест будет создаваться в свободном. Особенно в контексте города свободного, это принципиально новое, это перерождение практически города. Он останется монопрофильным, просто у нас городообразующим предприятием станет очень надежный партнер в виде Газпрома с долгосрочным контрактом. По налоговой отдаче в горизонте с момента начала эксплуатации с 2019 года по 1949 год в 30-летнем горизонте мы видим налоговую отдачу порядка почти 90 миллиардов рублей. 89, чтобы не соврать, миллиардов рублей. Естественно, что эти цифры будут корректироваться, потому что такие прогнозы долгосрочные сложно очень делать с высокой степенью детализации. Но, тем не менее. Кроме того, бесспорно, это порядка 5,5 тысяч рабочих мест, причем из этих 5,5 тысяч почти 2 тысячи это будут высококвалифицированные рабочие места и ТТР, инженерно-технические работники. Этот проект однозначно повлияет на сферу образования в Амурской области, на транспорт, на целый перечень сопутствующих отраслей. Спасибо большое, Василий Александрович, что пришли к нам в студию. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня из гостей был Василий Орлов, министр экономического развития Амурской области. Вы смотрели программу «В центре внимания». До скорой встречи. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...